ТЕРРУАР Терруар – французский термин. Его используют для описания всех физических факторов, влияющих на прекрасные гроздья винограда. Это, в свою очередь, отражается на вине в бутылке. Но я провел последние дни с Майклом Броттеном в его ресторане «Терруар» в Клейн-зале «Уайн-Истейт». Здесь слово «терруар» объединяет все факторы, создающие несравненные блюда. Моя проблема в том, что мне надо усвоить все новые идеи и методы, которые крутятся в голове. Надо положить их спать. Меня зовут Джастин Банелло. Последние несколько лет я готовил и путешествовал. Мы посетили самые удаленные и прекрасные уголки Африки. Пришла пора поднять свой уровень, заменить кастрюлю бойки пароваркой, а костер – духовкой. Как? В ближайшие три месяца, несколько дней в неделю, я буду проводить в одном из 13 лучших и любимейших ресторанов Южноафриканской республики. Я буду учиться, чтобы стать лучшим поваром. Приготовлено в Африке. Это Майкл Броттон, один из лучших шеф-поваров Южной Африки. Вместе с су-шефами Анкор и Чарли и 20 с лишним сотрудниками он сделал терруар в Клейн-зале «Уайн-Истейт» одним из лучших ресторанов страны. Я здесь уже ел. В сущности, это мой любимый ресторан – винодельня. Но сегодня меня впервые допустили в святая святых на кухню. Сегодня из гостей я превратился в подмастерье. День первый, терруар. Добро пожаловать, рад, что ты с нами в терруаре. Мне так интересно. В эти несколько дней мы начнем с самого начала. Думаю, я устрою тебе экскурсию по кухне в разных отделах. Я расскажу, как они работают. Мы начнем с закусок, ты получишь общее представление о том, что делают в этом отделе. Ты будешь отвечать за блюдо. Отлично. Я примерно на середине своего путешествия. На данный момент мне уже стало ясно, что я готов к более серьезным испытаниям. На кухне мне комфортно. Я привык к процессу сервировки. Мне знаком термин «мизанплас» и тому подобное. Мне интересно. Думаю, здесь я все по-настоящему распробую. Это Жак, он соусье. Привет, рад встрече. Джастин. Это Мишель. Привет, Мишель. Рад встрече. Жак. И еще один Жак. Привет, рад встрече. Жак отвечает за закуски. Все, что с ними связано, его. Это Антуанетта. Привет, Антуанетта. Приятно познакомиться. Джастин будет отвечать за гребешки. Нам нужно начать с самого начала. Приготовим с Жаком кукурузные велюте. Приготовим беконную пену с Жаком. Это будет потрясающая экскурсия. Мне кажется, я чему-то научился, и мне нужно испытание. Именно его я и получил. Так, Джастин, вот как готовится беконная пена. Хорошо. Берем сразу два куска. Пальцы ставим вот так. Тебе его надо нарезать. Вот оно. Не могу передать вам свое волнение. Прямо сюда? Сюда. Бланшируем. Подставь снизу миску и перенеси вот сюда. Пусть вода немного стечет. Поставим сливки на слабый огонь. Бекон должен медленно вариться в сливках в течение 45-60 минут. Жак приготовил картофель. Мы сделаем нью-йоки. А затем кукурузные велюте. Сейчас нам все подготовят. Приготовим соус велюте из кукурузы и трюфелей. Для кукурузы и для мусора. Когда используешь терку-шинковку, будь осторожен. Можно порезать пальцы и ободрать суставы. Майкл, как я вижу, вы давно этим занимаетесь. Твои сотрудники знают, что надо делать. Да, это необходимо. На корабле есть лишь один капитан. Так все устроено, никак иначе ничего не получится. Наливаем равное количество воды, куриного бульона и сливок. Сюда же кладем лордон из бекона. Перемешиваем, доводим до кипения. Это раз. Готовим около 25-30 минут. Так это готовится. Смотри, смотри. Выключаем газ, здесь только свежая кукуруза. Да, знаешь, что напоминает? Не tasty wheat, а ту кашу, которую ели в детстве. Вот на что похоже. Мы на этом росли. Да. Это готово. Все. Чудно. Она не переварена, не расползлась. Снимаем с плиты, пусть постоит минут 10. А мы тем временем сольем жидкость с бекона. Никогда бы не додумался. Это откровение. Простой отвар. У нас получился очень вкусный и ароматный соус с топленым салом. Попробуй. Ты почувствуешь вкус бекона. Фантастика. Все готово. Так, займемся ньокки. Еще нет десяти, а я уже готовил соусы. Я жду следующее задание. Пока все в порядке. Вы запекли этот картофель. Обычно для ньокки картофель варят в мундире, но так туда попадает лишняя вода. В ньокке вода не нужна. Ньокки не любят воду. Иначе они не будут рассыпчатыми. В приготовлении ньокки есть несколько правил. Во-первых, надо работать быстро. Картофель должен быть теплым. Вот вся мука, которая нам нужна. Но есть вещи, которые приходится делать по наитию, полагаясь на ощущения. Возможно, так лучше. Все так, все так, конечно. Пробуем. Соль, картофель и все. Я не кладу ньокки прямо в воду. Обычно мы тоже. Конечно, иначе они станут вязкими. Ставим на газ, варим 11 минут. Они приготовятся. Ньокки не нужен контакт с водой. Они уже посолены, так что о солености можно тоже не волноваться. Я быстро учусь, причем я не просто учусь готовить. Это мастер-класс, как научиться готовить. Так, вот кукуруза. Она готова. Перейдем к кухонному комбайну. Измельчим кукурузу 2-3 раза, чтобы получилось пюре. Кладем в эту емкость для сервировки. Обслуживание начнется через 10 минут. Напряжение на кухне растет. Многое сейчас делается с безумной скоростью, но при этом спокойно. Так, тут есть хороший острый нож. Да, шеф, беру. Перепелиные яйца, маленькие и хрупкие. Их надо проколоть ножницами или кончиком острого ножа. Когда скорлупа надломлена, яйцо проще разбить на сковороду. Можешь надрезать это. Разбил. Приятно осознавать, что ты тоже человек. За минуту до начала обслуживания поставим в духовку, нагретую до 160 градусов. Так, осталось 15 штук. Ты готов? Да, шеф. Я счастлив, как свинья. Это кухня изумительна. Просто наблюдать за мастерством людей и всей этой алхимией уже здорово. В последнюю очередь заканчиваем приготовление ньокки. Заворачиваем и в холодильник. Перед обслуживанием достанем их, нарежем монетками и сервируем. Сейчас четверть первого. Обычно я прихожу на кухню и делюсь впечатлениями. Пока у меня не было шанса. Майкл сразу меня провел, показал массу процессов. Я никогда о них не слышал и не знал заранее. У меня уже вот такие глаза. На кухне есть золотое правило. Когда читают заказы, все молчат. Когда я вошел на кухню, у меня просто глаза разбежались, не знаю, как еще сказать. Я был там и тут, на горячих и холодных закусках. С Майклом, с десертами, с соусами. Это потрясающая кухня. Выдающееся кулинарное путешествие. И вы приглашены. Думаю, завтра утром нас ждет долгий рейс. Займемся обслуживанием ланча. Спасибо, шеф. Хорошо, выспись. Это нужно. Завтра тяжелый день. Постараюсь быть лаконичным. Это был один из лучших дней за последние несколько недель. Он предовосхищает то, что еще предстоит. Не могу дождаться. Приготовлено в Африке. День второй. Теруар. Добро пожаловать. Это второй день. Я вижу, сегодня ты в шортах. Да. Присоединился к другим? Молодец. Сегодня начнем с закусок. Ты сразу получишь серьезное задание. Нам предстоит небольшая подготовка. Мизанплас к ланчу. Ты должен быть на месте до первого заказа. Я буду с тобой. Я понаблюдаю пару минут. Когда ты освоишься и начнешь хорошо сервировать, я тебя оставлю. Идем. Что надо сделать? Яйца готовы, гребешки тоже. Мы приправили пармезан. Пусть сушится позади. Сейчас мы возьмем нью-йорки, которые приготовили вчера. Мы их нарежем. Спасибо. Нарежем кусочками толщиной миллиметров семь. Я люблю эту часть дня. Идет подготовка. Обычно в это время делают пасту, пекут хлеб, натирают сыр и так далее. Все ради красоты во время обслуживания. Нам нужно несколько листочков. Промой их два-три раза. Убедись, что не осталось песка. Мы положим их в наш фирменный соус. Вот сюда. Я попросил официантов торопить тебя с гребешками. Большое спасибо. Как мило, это Чарльз, су-шеф. По сути, он только что усложнил мне задачу. Гребешки и нью-йорки с перепелиным яйцом, соусом виолете и беконной пеной. Для этого блюду нужны две сковороды. На первой жарим гребешки, на второй – нью-йорки. Нью-йорки должны подрумяниться. Деглазируем, налив воду с лимонным соком и солью. Оставим гребешки на одну-две минуты и на тарелку. В последнюю очередь кладем на горячую тарелку картофель. Это делается в конце, но ты должен верно прикинуть площадь тарелки. В центр кладем кольцо. Раз, два, три. На равном расстоянии. Клади порцию размером с монету. С большую монету. Горячий кукурузный виллете. Подготовим беконную пену и нью-йорки. Надо быстрее двигаться. Нью-йорки, раз, два, три, по центру. По центру между кружками? Да. Во многих аспектах это гораздо сложнее всего, что я уже готовил. Но я не знаю почему. Так, ты сделал. На сегодня это первое. Не для клиента. Да, для клиента сделаем еще. Гребешки кладем на соус. На соус или на яйцо. На соус, на соус. Прости, шеф. А теперь сюда нужно добавить беконную пену. Выкладываю ее полукругом. Начиная отсюда и заканчивая вот здесь, закрыв примерно треть яйца. Примерно так? Да. Я вижу, что ты разочарован. Нет, продолжай. Ладно. Надо, чтобы не попало на гребешки. Это дорогой ингредиент. Что делаем дальше? Возьмем черный трюфель. Мы варили его в бульоне с модеррой в течение 25 минут. Он должен слегка развариться и стать мягче. Раз, два, три. Берем эти листья, они в соусе и приправах. Делаем небольшую башенку. В высоту больше, чем в ширину. В самом конце снимаем кольцо. Горка должна остаться. Берем, не оставляя отпечатков пальцев, берем снизу и отдаем. Чарльз внесет последние штрихи перед подачей. Ясно? Да. Готов к работе? Черт. Да, шеф. Мне надо все хорошо обдумать. Ладно. Можно попробовать? Так как это важный момент, если допущу ошибку в обслуживании, буду должен деньги. Это так вкусно. Каждый раз, приходя на кухню, я вижу степень доверия. Майкл в меня поверил, раз доверил это дело. Время пошло, обслуживание началось. Надо попрактиковаться. Так, уносим, отдаем. Раз, два, три. На ланч забронирован на 52 места. Здесь будет неспокойно. Закуски, гребешки, ньокки. Главное блюдо – рыба и козий сыр. Так, клади немного больше пены. Да, шеф. Яйца сверху. Да, шеф. Мы отстаем на две минуты. Да, шеф. Все, хватит, хватит. Чуть-чуть соуса. Делаем башню. Такого быть не должно. Да, шеф. Должно быть вот так. Ладно, неси туда. Не беги, иди. Чарли. Прости, Чарли. Тебе везет. Майкл. Приберемся. Убрать. Да, шеф. Готовься к следующему. Можешь класть ньокки и гребешки. Посмотри на цвет. Еще не готово. Каждый раз приходится думать о многом. Но когда понимаешь принцип, это становится привычно. Да, когда осваиваешь правильные приемы... Все в порядке, Жак, я снимаю шлепу. Боже, эти тарелки страшно горячие. Ты их передержал. Новые тарелки. Я чувствую себя полным идиотом. Лей на одном расстоянии. Да, шеф. Делаю две сразу. Мне кажется... Не бойся. Одна минута. Хорошо, яйца в духовке. Поджарка вверх. Смотри. Не прижимай. Не прижимай. Не прижимать. Добавил трюфель? Нет, опять забыл. Быстро ниси на подачу. И вновь прости. Я считаю, что готов к следующему испытанию. Но не сомневаюсь, вы, ребята, прожуете и выплюните меня через пару секунд. Яйца. Гребешки. Я не могу, все сразу. Так, ты готов? Да, шеф. Одну секунду. Я жду яйца. Яйцо пашот, гребешки. Еще одно. Можно брать? Вот эту? Вот эту. Готово, шеф. Меня беспокоит то, что я не слышал заказ. Я слушаю, все нормально. Все нормально. Ты как? Нормально. Думаю, завтра я достану подходящую обувь. Как только входишь в ритм, все становится классно. Процесс идет. И говорят, все шеф-повара адреналиновые наркоманы. Нам нравится этот накал. Все нормально? Да, просто жду, пока принесу. Думаю, я втянулся. Не хочу вас отвлекать. Порция гребешков. Да, шеф. Это ваша главная проверка для тех, кто на кухне новичок? Нет, нет, это свидетельствует о твоих способностях. Если разберешься к концу дня, отлично. Не знаю, кто я. Артур или Марта. Просто слушаю и делаю. Ребешки почти закончились. Это добрые вести для меня. Подача ланча официально заканчивается в половине третьего. Скоро мы закончим. Подача ланча почти завершена. Шеф, последнее. Могу сказать, мне грустно и радостно одновременно. Вот это опыт. Вы видели, что происходит? Я делаю лишь часть одного из блюд в меню. Остальное происходит вон там. Слава, шляпы, прочь, пять звезд. Они супер. Ладно, молодец, Джастин. Для первого раза это было хорошо. Молодец. А сейчас надо поторопиться. У нас есть новое блюдо, которое недавно включили в меню. Оно готовится с одним из наших вин. Нальем немного вина и посмотрим, что с уткой. Расслабимся, насладимся и выпьем вина. Теруар. Приготовлено в Африке. Ну, Джастин, сегодня третий и последний день. День третий. Теруар. Ты провел с нами на кухне два прекрасных насыщенных дня. Сегодня ты пойдешь в отдел горячего. Самая жаркая часть кухни в зоне закусок. Ты будешь работать с Винсентом. Он научит тебя готовить ризотто с креветками. Его ты и сервируешь сегодня вечером. Ризотто с креветками и соусом Америкен. Идем. Итак, я все еще раз повторю. Это рис для ризотто. Ризотто с креветками и соусом Америкен. Его готовили с чесноком и луком. Немного. Затем добавили вина и подождали, чтобы впиталось. Налили овощной бульон. Когда придет заказ, ты возьмешь половник и отмеряешь. Мы поставим это на газ, нальем сюда немного бульона. Когда приготовится, насыплем пармезан и положим сливочное масло. Приправим еще раз. Ясно. Пусть постоит минуты три, а мы обжарим креветки. Есть золотое правило ризотто. Оно должно все время готовиться. Если поставил на газ, готовь. В середине смотри то, что надо. Продолжай выкладывать по центру. Пусть само расползется. Хвосты должны смотреть в одну сторону, а эту мы положим в середину. Пусть хвост смотрит вверх. А то, чтобы было повыше. Вот так. Прислоняй друг другу, а то слишком очевидно. Вот так готово. Ясно. А теперь добавим соус Америкен. Выкладываем ложкой. Перед подачей блюдо красят молодой зеленью. Мелкими листиками. Я должен найти баланс в плане сервировки и правильно рассчитать время. Это надо нести, пока горячее, до того, как клиенты получат горячее. Это не так сложно, как гребешки. Гребешки. Но ты справился с гребешками, все будет хорошо. Мне нравится ризотто. Думаю, меня опять пленили. Ризотто с креветками – одно из самых популярных блюд в терруар. И, Винсент, кажется, сейчас у тебя самая легкая жизнь, а у меня – более сложная. Правда? Стою и жду первый заказ в мой последний вечер в терруар. Нужна помощь? Почистишь горох? Я помогу почистить горох. Мне надо чем-то заняться. Нет смысла стоять без дела. Каждый раз после объявления хочется переспросить, а ризотто там нет? Это на двоих. Новый заказ – тян из томатов, ризотто с креветками. Вы надо мной смеетесь или серьезно? Серьезно. Спасибо, мэм. Порция ризотто, порция гребешков, порция среднепрожаренной оленины. Теперь я не успеваю. Еще одно ризотто. Почему все так складывается? Несу. Не будем суетиться. Да, шеф. Майкл, за тобой приятно наблюдать. Сегодня ты пожарил штук 20 гребешков. Поражает то, что ты просто встаешь к плите и делаешь это автоматически. Это правда? Так? Классно? Это искусство. Я давно этим занимаюсь. Наступаем с двух сторон. Хорошо, что у меня есть навыки. Это сложно, так как приходится помнить про два блюда. Десять секунд, шеф. Это было нечто иное. Что-то вроде бам-бам-бам. Надо уложиться в пять минут, четыре минуты до сервировки. Да, шеф? Боже, еще две. Две порции гребешков и ризотто. Если ты готов, я готов. У меня осталось полминуты, шеф. Вперед, вперед. Меня напугало количество гребешков. Тут же заказали еще. Когда-нибудь слышали про семь порций гребешков за раз? Хуже всего то, что приходится все готовить заново, на случай, если закажут еще. Ты шутишь насчет кухни, и тут начинается безумие. Это действительно пугает. Меньше всего вам хочется подвезти своего шефа. Это последний заказ на горячие закуски сегодня вечером. Хочется вздохнуть с облегчением, но, возможно, это не все. Активность идет на спад. Это предвещает конец дня. Пришло время уборки. Моем бутылки, кастрюли и сковородки. Вытираем, моем полы. Готовимся начать все сначала. Завтра. Вы мне доверились. Что самое забавное, я пришел сюда со словами «Дайте мне сложное задание». И ты ответил «Пожалуйста, приятель, что хочешь, то и получишь». Это было изумительно. У меня большая-пребольшая проблема. Сейчас мне очень хочется что-то для вас приготовить. Хорошо, я его беру. Он у меня работает. Это кухня-терруар после трех дней. Мне понятно, почему люди становятся шеф-поварами и поварами, почему они втягиваются и привыкают к такой жизни. Они как я. Приготовлено в Африке. День четвертый. Терруар. День четвертый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ведущий Джастин Банелло, продюсер Келвин Хейворд. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа.